Освобождение российских политзаключенных – это исторический день. И вы знаете, я очень счастлива, что мои товарищи, с которыми я много лет знакома, и с которыми мы вместе боролись против путинской диктатуры, на свободе. Я хочу поблагодарить прежде всего правозащитное сообщество, благодаря которым это освобождение стало возможным, и, конечно же, близких, друзей, родственников, без борьбы которых было бы невозможно освобождение российских политзаключенных. Конечно же, я восхищаюсь и США, и Германии, и другими странами Западной Европы, которые участвовали в этом обмене. И особенно меня, конечно, восхищает США и Германия, которые смогли вернуть своих граждан на родину. Но есть одно важное обстоятельство, которое меня очень сильно смущает. Я понимаю, что никогда путинский режим и ФСБ не делают ничего просто так. И я понимаю, что сейчас произошел обмен ни в чем не повинных людей на настоящих преступников, на шпионов, диверсантов, и на убийцу, на настоящего киллера, который был осужден в Германии на пожизненный срок, на того самого знаменитого Красикова. И это был неравноценный для Путина обмен. Потому что обычно Россия старается везде использовать паритет. Патрон на патрон. А тут мы видим, что было освобождено больше политических заключенных, чем выдано путинских преступников. Получается, что для Путина освобождение убийцы Красикова было принципиально важным моментом во всей этой истории. И давайте разбираться, почему. В последнее время в Европе участились случаи саботажа, поджогов, нападений со стороны прокремлевских диверсантов. Об этом писала газета «Вашингтон-Пост». Об этом говорили спецслужбы Запада. Совместными усилиями США и Германия смогли предотвратить убийство Армена Папергера, которого собирались убить российские спецслужбы. Дело в том, что Армен является руководителем большого концерна по производству оружия, которое поставляло оружие в Украину. В Британии, в промышленной зоне в Лейтене, диверсант, завербованный российскими спецслужбами, совершил два поджога на предприятиях, связанных с Украиной. Одновременно с этим Венгрия, которая известна своими прокремлевскими взглядами, собирается в обход правил ЕС выдавать россиянам и белорусам рабочие визы, а в дальнейшем и предоставлять вид на жительство, что даст им возможность свободного перемещения по Европе. И остается только догадываться, кто конкретно из рук Орбана получит вот эти рабочие визы в Европу. Есть основания предполагать, что освобождение Красикова именно сейчас принципиально важно для путинского режима, потому что это сигнал потенциальным киллерам, потенциальным убийцам и диверсантам, что в случае неудачи вас отмажут от пожизненных сроков и освободят. В связи с этим я хочу обратиться к западным спецслужбам и предупредить, что есть высокая вероятность того, что Кремль будет отправлять на территорию Европы своих диверсантов, своих убийц, а следовательно опасны инсценденты. Нападения, какие-то загадочные убийства, диверсии, поджоги будут увеличиваться, особенно в странах, граничащих с Россией. Своим товарищам в России я хочу сказать, если у вас есть малейший шанс избежать попадания в тюрьму, пожалуйста, воспользуйтесь этим шансом. Для того, чтобы не стать объектом в руках путинского режима и не стать заложником, которого просто обменяют, освободив очередного путинского убийцу. И в особенной опасности на территории России граждане с западными паспортами. Друзья мои, против вас могут сфабриковать любое уголовное дело и точно так же сделать объектом для обмена путинских убийц. Моим товарищам, российским оппозиционерам, врагам Путина за пределами России, я хочу сказать, не теряйте бдительности. Вы знаете, я долгое время удивлялась, почему после того, как я начала активно помогать российским добровольцам, которые воюют на стороне Украины, Россия сфабриковала против меня четыре уголовных дела и заочно арестовала. А теперь я понимаю. Потому что Украина по-настоящему воюет с путинским режимом. От Украины идет угроза путинскому режиму. Поэтому все, кто помогают Украине, они попадают в список личных врагов путинского режима. Я отдаю себе отчет в том, что после освобождения убийцы Красикова у меня и у моих близких увеличиваются шансы быть убитыми таким же путинским киллером. Но это не остановит ни меня, ни моих близких, ни моих товарищей. И мы продолжим помогать Украине. Потому что победа Украины – это то необходимое условие, которое позволит нам очистить нашу страну от путинской деспотии. Я очень надеюсь на то, что мои освобожденные товарищи продолжат сопротивление путинскому режиму и будут активно поддерживать Украину.